Девушки отдыхают Я так полагаю, что это очень хрупкие камни На них нельзя ступать, да? А нет, можно Даже попрыгать можно, ничего с ними не станет А вот если подорвать То им хана Ладно, вот эти камни нам вроде не нужны Давай попробуем их подорвать Оп Оууу Загадочка Ладно, придется голову поломать Крушить Хе Чё у нас здесь есть? Сундучок тоже скрытый. Резиновые доспехи и защита от тока. Ядрён батон. Доспехи, повышающие сопротивляемость электричеству, сделаны из древнего материала под названием резина. Секрет его изготовления утерян. Ёшки-матрёшки, ну-ка давай наденем. О-о-о, да я теперь как будто из киберпанка какого-то. Огонь доспехи. Классно смотрится. Достаем значит наш магнезис и ставим вот эту коробочку. О-о-о, чудо. Ну, по крайней мере как-то так. Тут у нас тоже какой-то потайной ходик есть. Сейчас подорвём всё это дело. Ага, кнопочка. Погоди, так может быть... Это кнопка для того металлического контейнера, зря мы его туда поставили. Есть у меня одна идейка. При помощи этого ящика достать сундук. Но не знаю, получится это или нет. Попробуем это дело сделать снизу. Вот так. А в цундуке у нас опал. Ну и перетаскиваем теперь этот ящик на кнопочку. И залазим. За сферой духа. Плато грома. Наступило здесь наконец-то солнце. Теперь с резиновым костюмом нам не страшны молнии. Да, иго-го, бро. Мы теперь вообще с тобой бесстрашные прям какие-то. Теперь направляемся в деревню птица людей. Почитав комментарии, я понял, что она находится где-то под летающим этим монстром. Точнее чудищем, как их здесь называют. О, а вот и дождь пошел. Недолго пришлось и ждать. Указатель какой-то. И девочка возле него трется. Че это вы здесь третесь? Давай глянем. Я заблудилась. Божечки. Извини, ты не знаешь, как пройти в пустыню Геруда? Первый раз слышу, не знаю. Ах, как жаль. Я знаю лишь то, что идти надо на юго-запад. Да, с географией у меня проблемы. Зато интуиция никогда не подводила. Ты ведь Линк, да? Тебе конец. От таташки. Так, ладно. Значит, мы помним... Ой-ой-ой. Мы помним из прошлой встречи, что его нужно заморозить, потому что это очень шустрый ниндзя. И поймать нам его просто так не удастся. Где наши... Ах, людяных стрел нет. А сейчас же дождь идет. Давай его молнией шандарахнем. Ну давай, только повись. А, промокнулся. На тебе. И бананы с него вывалились. И куча рупий. Смотри, а это кто поскакал? Может быть, это доносчик Ганнона побежал рассказывать, что его подопечного убили? Догонять мы его не будем. Что здесь написано? Давай посмотрим. Берегитесь грабителей. В последнее время участились случаи нападения на путешественников. Тьфу ты, ну ты. Путешествовать в темное время суток в одиночку опасно. Впереди конюшня Табанская. Остановитесь там. Хе, надо было эту табличку прочитать прежде, чем я заговорил с этой девчонкой. Ладненько, иго-го. Поехали, значит, в эту конюшню. Оу, смотри, смотри, смотри. Я задом могу на лошади ездить. Серьезно? Вот это поворот. Иго-го, бро, я тебя на самом деле хотел погладить. Сейчас мы до конюшни доедем, и я тебя там покормлю. Ух ты, смотри, сколько здесь ветровых мельниц. Ну, это не совсем мельницы, это... Сейчас поближе посмотрим. Вот такие вот самолётики, вертолётики. Они, короче, указывают, откуда ветер дует. И их здесь довольно полно. Мне кажется, что мы где-то рядом с городом птиц и людей. Хотя птица... Вон она где летает. А, стой! Вон он город! А, это какие-то странные грибы огромные. А тут какие-то странные гнёзда. Подожди, похоже, что это город. Сейчас меточку поставим там, и будем двигаться туда. А вот этот мост хрупкий мне вообще никакого доверия не вызывает. По-моему, если я по нему побегу, он провалится просто-напросто. О-о-о! А здесь, между прочим, святилище. Как раз по пути. Сейчас бежим туда. А тут чего? Тоже какие-то гнёзда? Огромная какая-то постройка. А, это конюшня. Отлично. Отлично, отлично. И здесь у нас какой-то чувачок стоит. Пойдём поболтаем с ним. Ничего себе. У-у-у. Ты, кажется, смышлёный парень. Что-то хотел спросить? Да, куда ты смотришь? Э-э-э, чего? Куда ты смотришь, говорю? Вон туда. Да, вон там вдалеке гора, и на ней как будто что-то нарисовано. А, точно там что-то нарисовано, я вижу. Ты сам посмотри, юноша. Если когда-нибудь пойду к этой горе, обязательно её осмотрю. Да я вижу. Наскальная живопись. Вот, вон она. Живопись это. Там какие-то разряды молний нарисованы. Ладненько. Давай сберёмся наверх. До светилища. Светилище Шеллоя. Поймать момент. Хм. Ого. Смотри, как шары прыгают. А, их подбрасывают там, на платформе. Ясненько. Надо вначале осмотреть это место, потому что наверняка где-то спрятан сундук, как обычно это бывает. Нашёл. Вон там вот наверняка сундук. Сейчас это проверим магнезисом. Ну-ка. Ага, что-то там есть. Точно. Вот эта платформа, она по идее должна подниматься. Где-то должен быть рычаг переключения. Только где он? Есть у меня одна догадка. Давай мы включим стазис. Теперь нам нужно поймать шар, когда он будет в воздухе. Я не знаю, получится у нас это или нет. Ловлю. Есть. А теперь нужно просто стрельнуть в него. Только не этой стрелой. Например, вот такой вот. Оу. Это было слишком. Да. Интересно, куда он полетит? Кажется, к нам. Нет, не к нам. И у нас не совсем. Хотя, вроде сработало. Смотри. Чё, всё что ли? Фига себе меня подкинуло. Подождите, подождите, подождите. Всё получилось как надо. Нам нужно, чтобы нас подкинуло. Оп. А туда мы не можем долететь. И как нам быть? Там тоже сундук, смотри. Сейчас, значит мы поступаем следующим образом. Заходим на платформу. Она нас подкидывает. И мы летим в ту сторону. Вот сюда. Угу. Здесь то же самое проделаем. Только уже к сундуку. Вот так. Аккуратненько слазим. Интересно, что здесь? Хм, топос. Смотри, этот сундук подвешен на верёвках. Эти верёвки можно, в принципе, подстрелить. Правда, стрел у меня, как обычно, всего одна электрическая. А, нет, есть обычная. Главное попасть. Главное попасть. А ещё было бы круче, если бы я их поджёг. Так. Без толку. Стрела упала, надо её поднять. Стрела дефицит. Хотя подожди. Вроде бы верёвку я подрезал. Смотри. Одного конца нет. Хорошо. Тогда давай попробуем обычной стрелой попульнуть туда. Вот так. Есть! Сработало. Правда, лук сломал. Но ничего страшного. Открывай сюда. Соколиный лук. Превосходнейший лук. Изготовленный настоящим мастером. Таким пользуются только самые талантливые воины Рита. Обладает высокой скорострельностью. Ху, круто. Удачненько мы с тобой зашли. Опа, а там что такое? Ху. Похоже, мы нашли с тобой ответ. Значит, получается, нам нужно сейчас подпрыгнуть и пульнуть туда. Соколиный лук-то такой нечёшный, прикольный. Забегаем на платформу. Замедляем время. И пуляем туда. Всё! Усо! Усо, что ли? Офигеть! Правда, я опять без стрелы остался. Ну ладно. Зато свитилищ прошли. Иго-го, бро. Дай-ка я на тебя сейчас. Блин, не получилось. Параплана красиво на тебя залезть. Вот она эта конюшенная. Ух ты, тут дрова лежат. Надо бы их взять. Пригодятся. Здесь ещё какой-то лук. Боевой меч есть. Чё за лук? Боевой лук. Неинтересно. У нас покруче есть. Это перцы. Жгучий перец. Свистнем. А тут чего? Топорик нам не нужен. Здесь какие-то ягодки. Что это? Малина, что ли? Действительно малина. Забираем. О, дедуля. Стоит тут, рисует. Коняшек. Дедуль, привет. Как же хорошо иногда отдохнуть, полюбоваться животными. Привет, рад встречу, путешественник. Я вот уже где только не был. Если ищешь какое-то особое место, могу подсказать. Может, у тебя даже картинка этого места есть. Покажешь? Конечно, покажу. Как будто мы с тобой первый раз встретились. Вот это место я ищу. А, это древние колонны. По ту сторону Табанского моста. К югу от него есть большая скала, колонны на ней. Там было точно такое же святилище, как на этом изображении. Уверен, это то самое место. Спасибо, дедуль, ты меня очень выручил. А Табанский мост, это, видимо, тот, который мы с тобой видели. Такой хлипкий, уже полуразрушенный. Здрасте, товарищи, что у вас здесь есть? Давайте поговорим. Добро пожаловать. Хочешь у нас остановиться? Нет, спасибо, не хочу. Тем более, у вас дороговато. Я лучше на полу посплю. Приходи в любое время. Оу, здесь рецепт есть. Значит, рок-бокоблина и ящер дает вот такое вот зелье. Надо бы это дело зафоткать. Пригодится. Вот так. Большая фея? Чувак, ты что-то знаешь о феях? Ты с усами? Первый раз вижу усача. Ах, Большая фея, как до тебя добраться? Извини, я задумался. Ты же знаешь про Большую фею? Про нее еще много сказок есть. Но вообще-то я уже одну нашел. Так вот, Большая фея действительно существует. Да ладно, серьезно что ли? Я в этом уверен. Поэтому я отправился искать ее родник. Говорят, чтобы найти родник Большой феи, нужно забраться на башню за Табанским мостом. И посмотреть, куда укажет ее тень после полудня. Поэтому я и пришел в эту конюшню. Но как бы я ни пытался забраться на ту башню, у меня этого никогда не получится. А я ведь даже накопил рупий для Большой феи. Слушай, ты похож на человека, который смог бы забраться на эту башню. Может ты преподнесешь Большой фее моей рупий? Ну, давай, с удовольствием. Спасибо, я дам тебе 500 рупий, которые я накопил. Надеюсь, он не оставит все деньги себе. Хе, да не оставлю. Я их спущу все на фею. Дар Большой феи. Значит, нужно найти будет башню, где сидит еще одна Большая фея. Ух ты. А там чего? Какой странный камень. И моя зеленая меточка. Ладно, иго-го, бро. Нам пора выдвигаться. По-моему, это вот этот вот мост. И вон та башня, про которую нам только что рассказали. Ой-ой-ой-ой, ешеньки. Опасный очень мост. Табанский мост. Да, это тот самый мост. Блин, ну вот как по нему можно ездить? Ты посмотри. Это же просто жуть. Он ни на что не опирается. Он просто в воздухе висит. И такой хлипкий. Ладно, поехали. Мы же с тобой великие экстремалы и путешественники, поэтому нам не страшно. Еще и на коне поедем. Чтобы в 3-4 раза вес был больше. Лучше, мне кажется, его проскакать очень быстро. Так что давай галопом по Европам. Помчали. Иго-го, бро, неси меня быстрее. Как можно быстрее, иначе мы тут с тобой рухнем. Тихо-тихо-тихо, ты чего? Иго-го, бро, что с тобой? Что забоялся? Мочим пока, все нормально. Все объезжаем, все хорошо. Есть! Мы проехали. Стоп. Я вижу дронов Ганнона. Лучше им не попадаться. Стрел, потому что у меня нифига нет. А вон там руины. Подожди. По-моему, там воспоминания есть. Нам туда как раз таки и нужно. Сколько в одном месте-то всего? О, и фея, и воспоминания, и чудище. Ух! Нам нужно аккуратненько объехать этого дрончика. Если он нас заметит, нам будет очень плохо. Так. Поехали-поехали-поехали-поехали, пока он за камнями. Есть. Есть, есть, есть. Вон оно чудище. Вон башня. Мы уже совсем близко. Ладно, фиг с этими камнями. Не будем их взрывать. Нету времени сейчас. Нам нужно каким-то макаром забраться вот сюда. На эту горку. Там есть воспоминания. О, а это что такое? Это волки, что ли? Впервые увидел волков здесь. До этого видел только лис. Значит так. Давай вначале заберемся на башню. Откроем территорию. И уже с нее мы полетим к воспоминаниям. Вот на эту гору. Опачки, а у нас тут друзья поджидают? Какой странный свин с красными глазами. Ты че коня моего трогаешь, а? Совсем обурел? О, какой у тебя золотой медальон. Сейчас, подожди. Возьму двойной Завру ранг. Между прочим, когда я назвал это оружие Завророган, в комментариях там у кого-то так сильно пригорало, это капец. Ладно. Вот так вот надавали лисе. Здесь еще один кабанчик сидит, цветочки собирает. Ага. Че, пальцы унюхала, что ли, цветочкам? Опа. Башня Бок Коблинов. Сейчас, походу, весело ухо наметится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Даже с таким восьмеричным мечом. А это, я тебе хочу сказать, очень острая катана. Которая разрезает даже сталь. Как там написано. Чё, конь, поехали дальше. Дальше веселее. Я вижу там ещё одного моблина. И похоже, что их там толпа целая. О, их там три штуки сидит. Может быть мы их обхитрим? Давай просто залезем здесь наверх и всё. Чё нам? Нам не привыкать? Обходными путями. Вот и залезли. Надеюсь здесь... Ха, ха-ха-ха. Весело. Нам нужно как-то обойти с Лизьганана. Есть вариант залезть вот сюда. И на параплане потом спуститься. Табанская башня. Ну да, должно сработать. Поехали. О да. Всё оказалось проще, но... Она ещё и сверху, эта слизь. И как нам быть? Как нам её облезть? Блин, а я же её, наверное, перепрыгнуть-то не смогу, да? Дай попробуем. Оп, перепрыгнули. Хе-хе. Я думал, что не смогу. Оу, да. Мы залезли. Залезли наверх. Давай осмотримся. Значит, мы пришли вон оттуда, с того моста. И вон она, фея. Фея находится вон там. Меточку поставим. А ещё здесь чертовски холодно. Поэтому нам нужно одеть дуплет. Одеваем. Деревня птицы-людей находится, как мы уже с тобой выяснили, вон там. Что ж, пришло время активировать эту башню. А теперь начнём по порядку. Воспоминания у нас находятся вон там. До него нам лететь, к сожалению, далековато. А вот до феи мы долетим. Так что давай попробуем. Оп. Да, слизь гана нас здесь, конечно, окутала серьёзно так всё. А вон наш Иго-Гобро правее стоит. Кстати, а что это за такие вот камни интересные, светящиеся? Давай-ка посмотрим. Что они нам дадут? Взрываем их нашей телебомбой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ничего и нет. Как-то так. Давай здесь попробуем. О-о-о-о-о. Чё-то вывалилось, чё-то вывалилось. Фосфолит. Загадочный минерал, который светится в темноте. По поверьям, это свечение испускает души усопших, обитающие в нём. Из него делают особую одежду. Одежду можно смастерить. Пригодится. Больше этих камней, больше, больше, больше. А вот и феи маленькие летают. Если сильно потрудиться, может быть я одну поймаю. Сейчас мы этих фей попробуем обдурить. Что если я спущусь к ним на параплане? Смогу ли я их поймать? Так. Есть, поймал одну. Ништяк. Это улетело? Да, это побоялось и улетело. Но здесь есть ещё две. Попробуем поймать. Готовенько. Ну всё. Двух фей нам, в принципе, будет достаточно. Это хороший результат. Давай теперь попробуем разбудить вот эту здоровую фею. Тук-тук. Эй. Юноша. Прошу, выслушай меня. Слушаю, фея. Я большая фея Цезара. Некогда это место было прекрасным родником. Но со временем мне стали приносить всё меньше рупий, и я потеряла свою силу. Но мы это уже знаем. От твоей подружки-феи. Теперь я беспомощен. Помоги мне хотя бы небольшой суммой. Мне нужно лишь 500 рупий. О, нифига себе, 500 рупий. Та 100 попросила, это 500, да они меня разорят. Благо мне тот проходимец 500 рупий дал, да? А то я бы так без денег здесь был. Вновь обреча свою силу, я смогла бы тебе помочь. Есть у тебя деньги? Давай скорее. С тебя 500 рупий. О, нифига себе, у меня 1251 рупий. А я и не знал. В общем, вот тебе 500, держи. Спасибо, ты меня очень выручил. Ах, моя сила. Она возвращается. Интересно, тут такая же фея будет или другая? Точно такая же фея, только тёмненькая. Ммм, это ты мне помог. Я тебе очень благодарна. Знаешь, ты мне нравишься, оставайся у меня навсегда. О, нет, спасибо. Спасибо не могу, мне надо принцессу спасать. Да ладно, я же пошутил. Ты такой забавный, когда смущаешься. Но я всё-таки должна тебя отблагодарить, мальчик. Я могу улучшить твои вещи. Для этого нужны некоторые материалы. Может, покажешь, что у тебя в сумке? Сейчас моей силы хватит на то, чтобы сделать твои вещи немного лучше. Ну, давай попробуем. Ты знаешь, что хочешь улучшить? Ааа, ну, давай продолжим улучшать доспехи, потому что они как-то совсем плохо держат удары, как мы выяснили. Поэтому давай улучшать доспехи. Доспехи хайлийских солдат Улучшены чарами большой феи на две ступени. Эта вещь хранит ещё моё тепло. Улучшим что-нибудь ещё? Ну, давай посмотрим, на чём мне реагентов хватит. Итак, пон уже тоже у нас увеличены на две ступени. Для шлема, к сожалению, у нас недостаточно материала, поэтому фиг с ним. Уходишь? Как печально. Приходи ещё, я буду ждать. До встречи. Пышечка моя. Прекрасная фея. Обожаю таких пышек. Давай-ка мы этот родник сфоткаем и покажем потом фоточку тому чуваку, который дал нам 500 рупий. Скажем ему большое спасибо. Всё-таки мы не свои деньги, не из своего кармана потратили. Вот так вот. Ну, а нам теперь нужно взобраться ещё выше. Ну вот. Взобрались мы на эту вершину к руинам. Сейчас посмотрим, что нас будет здесь ждать. Древние колонны. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты посмотри, кто нас там ждёт. Фигаси у него перчатки мощные. А, это не перчатка. Это у него щит. Значит, берём наш жезл. А лучше давай метеоритный. Сейчас мы его опробуем. Хо-хо-хо-хо. Сейчас будет поджаренный кабанчик. Ну иди, пупсик, иди ко мне. Гори! Ой, ещё траву поджёг. Это, конечно, плохо. Да, жезл, конечно, мощный. Очень мощный. С двух, с трёх плюх я ему почти всё хп сняс. Ладно, заряды мы оставим. Возьмём что-нибудь другое, например. А, например, давай мы ещё пару раз молниями по нему шибанём. Всё, что ли? Выкинул он свой щит. Заберём его. Крепкий завра щит. Блин, места нет. Как так? У меня нет места. Надо срочно какой-нибудь плохой выкинуть. Вот этот вот поломанный выбрасываем. А этот подбираем. И прямо носа у него рвал. Он мой взял, поломанный. Ну всё. Сейчас мы ему доломаем его. Ха-ха, как я перепрыгнул тебя. Чё там у него в руках-то был? Двойной завра ранг. К сожалению, взять не могу, места нету. А вот потраха его я заберу, пожалуй. Вот оно, вот оно, это святилище. И где-то рядышком должно быть воспоминание. Где-то... Вот оно! Давай посмотрим, чё мы вспомним на этот раз. Обязательно, обязательно нужно сейчас будет достать планшетик. Посмотреть на фоточку. Сравнить. Кстати, в фото сделано такое ощущение, что недавно. Правда, там чудище летало синее, а не красное. Ну, в нашем же случае мы видим только задницу чудища. Ну, в принципе, похоже. Так и знала бестолку. Это сооружение предназначено для героя, избранного сокрушителем зла. Сомнений быть не может. Но как же мне его открыть? Как открыть? В чём секрет? Как мне разгадать его? Я же сказала не ходить сегодня за мной. Даже если тебе приказал сам король. Я и только я решаю, когда мне нужен конвой. Возвращайся и передай это отцу. Да, отстань ты от меня! Субтитры сделал DimaTorzok